Спасибо большое, что вы пришли. Можете сесть, проверим. На тот случай. Очень интересующийся данный тем, что про коммунисты. Да, да. Собственно, мой сегодняшний доклад будет священ компонентам нового сделания. Как вы использовали этот дайв в нашей компании и как вы можете использовать свои проекты. Просто там, двух словах, по-моему. Обеспечение в качестве будущего интернет, начинал вашим специалистам, ныне директор по качеству, и именно в данной области, начинал улучшать процесс, выходя за рамки тестирования. Специализируясь, она уже не качественный процесс, чтобы обеспечение премии. Обеспечение качества помогает сделать это, например, лучше, потому что считаю, что в последнее время напоминается тренд, когда продают не товарный продукт, а продают качество. Когда вы покупаете альфор или какую-то другую качественную технику, вы покупаете не ивент, вы покупаете не нечто абстрактное, а вот именно качество. То, что делает этот продукт максимально удобно для почвы. Собственно, как обычно разрабатывают то самое потенциально качественное программное цепи через. Классическое сделок представляет собой некий набор этапов планирования, требований, разработка, тестирование и релиз. Где, как правило, в такой ситуации, на то, что тестировщик выглядит, как люди, как таким образом. То есть, во время планирования, требований, разработки, тестировщик нередко проверяется на носу, вы сразу свои задачи не спарятся, спишите вот непонятные тест-кейсы, чек-то не спи поставлено функционалу, которые, соответственно, у вас будут востребованы. А в момент тестирования приходит настолько много задач, что весь этот тестирование взрывается в бумаге, саму реализацию. И более того, данный пик приводит к тому, что страдает качество самого тестирования. Собственно, почему же так происходит? Метапы планирования, требования на разработке релиза тестировщик не имеет работы. А я рассматриваю такую ситуацию, когда процессы тестирования только внедряются в проекты. Многие сегодня и вчера рассказывали о том, как они тестируют требования, как они делают релизы и так далее. Я расскажу о той ситуации, когда тестирование на проекте существует только перед релизом, а в тарифе тестирование от грузии. Что с вами. Также это происходит из-за того, что эта нагрузка приводит к тому, что люди не отличаются, стрессируют. Это увеличивает количество ошибок, которые сами тестировщики могут отпустить при тестировании программного обеспечения. То есть могут какой-то кейс не рассмотреть, могут забыть какой-то набор тестовых данных, которые хотели использовать. И я сознательно его урезаю, за счет того, что у них недостаток времени. Потому что, как правило, происходит так, что на этапе планирования в некоторых департамент думает, о, релиза еще далеко, я могу немного поддинамить, подожду день-два, три, потом напишу. Точно так же происходит с требованиями, когда аналитики сидят и пишут в дум, чего с расстановкой. Ну, всегда, конечно, старается. И тоже считают, что времени еще много. Разработчики точно так же делали, а все шумаки достаются именно тестировщикам, потому что перед юридом они, как правило, на финальном, вознижая обороны, качеством продукта. И в уходном другое тестирование и сроком, отведенное под него, страдает качество контроля качества. Собственно, действительно, нередко замечали, что в условиях технота люди начинают работать хуже. Действительно, согласитесь, если вы идете в магазин, предположим, с двумя сумками, то это займет у вас больше времени и доставит больше стресса, чем если вы будете налегке идти. Я, например, еще сегодня пострадала за это, потому что пришлось со всеми вещами сюда прийти, и некий стресс у меня был. Продолжаем. Что же делать, чтобы от такого не происходить? Мы применяем практику компонентного тестирования. Для этого, в первую очередь, необходимо декомпозировать историю с учетом требований тестирования. Что это значит? Когда декомпозируются большие истории, как правило, они декомпозируются с позиции работы. То есть, учитывайте те баометры, которые позволят о какой-то команде или о каком-то конкретном человеке, наиболее успешно, эффективно и оперативно создать данную реализацию. Когда мы пришли к практике под понятным тестированием, мы поняли, что этого недостаточно. Необходимо декомпозировать историю не только, чтобы удобно было разрабатывать, но и чтобы удобно тестировать. Приведу абстрагированный пример формы регистрации. Пришла задача, необходимо было разработать систему регистрации. С точки зрения требований тестирования мы смогли ее декомпозировать на три составляющие. Это непосредственно процедура записи, новую учебную запись базов, это процедура блюдации и это процедура модификации, которая отправляет весь мозг. Все эти три задачи тестировавших в силах и вправе протестировать отдельно, друг от друга. То есть, если проводить аллегорию не из мира тестирования, если вы строите дом, то тестировать, как работает окно, совсем нельзя терять и ждать, пока 22-й этаж дома настроен. Спросите, вы можете раньше поверить, что окно свои минимальные функции какие-то выполняет. Также передавать инопланетное тестирование как можно раньше. Именно за счет этого мы выигрываем время, потому что обязательно инопланетное тестирование на этапе разработки то есть инопланетной сборки еще не было и нам могут отдельно передать сначала на тестирование, предположим, запись в базу, мы производим регистрацию, обращаемся к базе, смотрим, что действительно данный аккаунт зарегистрирован. Отдельно нам могут на другом хосте собрать реализацию галлюдации и проверять какие-то вещи. Опять же, не все сценарии могут быть покрытия на данный этапе, потому что, предположим, сценарий, данный логин уже существует в базе, на компонентном уровне мы протестируют не сможем, потому что мы смотрим галлюдацию абстрагированного процедуры регистрации. Поэтому это нужно учитывать, и когда составляются тест-планы, это все прописывается и, образно, даже ставится там буквы какие-то, что вот здесь вот и традиционное тестирование, а здесь компонентное. Кроме того, с нами разработчиков мы просим, чтобы по факту реализации, передачи нам компонентное тестирование какой-то реализации, они сами указывают, что мы тестировать можно вне окружающей среды, а что нельзя тестировать и требуют интеграции с другими модернами. Ну и, собственно, дифференцировать на густы тестировщиков. Само компонентное тестирование позволяет это сделать, потому что часть работы мы совершаем не на финальном этапе тестирования, не на интуиционном стенде, а на компонентах. В частности, в нашей группе компаний Megapun Retinet это очень удобно и легко делается на проекте Megapun, потому что он представляет из себя опыту, публичное решение с ассой, и там разработают тест-планы с конкретной реализацией. Это дело практически 5 минут. Немного сложнее дело состоит с вторым проектом, но это очень сложно. Трудности. Даже без них в любом внедрении, в любого процесса, в улучшении его возникают трудности. Мы столкнулись с тем, что нам мешало отсутствие версионности на одном из наших проектов. Мы не могли отслеживать, какие извинения происходили. То есть, тот пил, который лежал на верхней косте 5 минут назад совсем не тот. Совсем не факт, что тот, который лежит сейчас. И совсем не факт, что это тот же пил, который будет лежать через 5 минут. И отсутствие версионности не позволяло нам реализовать ошибки во временном промежутке. Например, люди привыкли к тому, что я в 15 часов 15 минут по московскому времени нахожусь здесь. Если бы у нас не было времени, то мое обращение к тому, что я стою здесь, было бы бессмысленным. Я мог бы находиться здесь вчера, позавчера, завтра. Поэтому на проектах, где выделяется подобная практика и в принципе на проектах с грамотными процессами для всего с продуктами необходимых. Также была некоторая проблема, связанная с отсутствием навыков по тест-дизайну тестировщиков. Потому что составляет из плана, тест-кейса, чек-листы. Мы должны были планировать, какие тесты попадут в тесты наоборот для компонентного тестирования, а какие попадут для тестирования на интеграционном стенде. То есть я привел пример, как раз, на те, что проверить валидацию на повторную попытку регистрации с уже существующим логином мы сможем сделать только на интеграционном стенде. Соответственно, это нужно четко дифференцировать. Или, если брать пример с нотификацией, то мы можем посмотреть, что на компонентном стенде в принципе отправляется, что тест-письма нормальный, то есть шаблон соответствует, нет никаких ошибок и так далее. Но проверить, что именно на зарегистрированную почту, которая попала в базу, отправляется это письмо, мы сможем только на интеграционном стенде. Поэтому составляя тест-кейс-презентацию, мы учили вместе с ведущими тестировщиками, которые со мной приехали сегодня на конференцию, мы учились и, собственно, достигли хороших результатов в том, чтобы планировать работу по тестированию в соответствии с требованиями компонентного и интеграционного тестирования. Также была проблема, не знаю, я думаю, многие из вас сталкиваются, когда процесс разработки изменяется под давлением требований не от бизнеса, не от самой разработки или не от качества. То есть приходят кто-то, сходят в генеральный директор, извините, потому что я куда-нибудь в другом месте сосканчивался. По фиксам, без версии, без тестирования, просто как шут. И начинает изменять процесс. Знаете, мне кажется, то, что вот сумма тестирования, которое вы проводите после релиза, оно совсем не нужно, мы и так знаем, реальный пользователь нам отпишет в саппорт, будет ждать три дня, и это нормально, это хорошо. Мы считаем иначе, поэтому мы работаем в этом направлении, чтобы защищать те практики тестирования, которые мы применяем в своей работе. Также была проблема, связанная с тем, что, как раз выяснили, второй проект нашей компании представляет из себя проект с серверсориентированной артитектурой, и там достаточно сложно было развернуть тестовый стенд, который был бы настоящим компонентом, компонентом, то есть, давал бы возможность произвести компонент на тестирование, потому что все сервисы были очень тесно, и друг с другом взаимосвязаны, и на текущий момент нет четкого ограничения, когда можно нажать, не знаю, пяти-семи клавиш, выбрать соответствующий сервис и собрать все в индию. Правило это уже поставляет определенные трудности при компонентном тестировании. В данном случае мы решили эту проблему таким образом, что у нас было три, на данном случае существует три каста, на которых мы тестировали компонент. На крутой проекте, на СААСе у нас под каждую задачу по мгновению волшебной палочки вместе с передачей на тестирование образуется тестовый хост, на котором мы можем проверить компонентную задачу. Было трудно, но мы справляемся и уже сейчас имеем определенные результаты. То есть порядка 60% ошибок, которые мы стали находить, они отваливаются на этапе компонентного тестирования. То есть находятся и фиксятся уже на компонентном уровне. При этом не стоит забывать о том, что существуют ошибки мержа, когда из компонентного хоста вход перевивается на интеграционный и мы сталкиваемся с проблемами связанными именно с некорректной выгрузкой кода. В этом плане мы практикуем такой способ замесения в базу знаний самых критичных ошибок, то есть те ошибки, которые по показателю сериалити относятся к выше нормального, записываемому в базу, и в способе того, как реализация попадает на интеграционный стенд, мы эти ошибки еще заново перепроверяем. То есть не все ошибки, которые мы найдем на этапе компонентного тестирования, а вот на этапе бывает 2, 3, 4, 5, 10, 100 ошибок, чтобы не сделать тумблирующую работу, мы на интеграционном стенде проверяем, во-первых, те кейсы, которые мы при разработке тест-плана писали как необходимые для тестирования на интеграционном стенде, и перепроверяем те ошибки, которые являются высоко опасными, присутствуют в себе риски с точки зрения бизнеса, и именно их мы также перепроверяем на компонентном уровне. О чем говорит то, что мы находим 60% ошибок на этапе компонентного тестирования, говорит о том, что на этапе интеграционного тестирования мы уже не тратим время на поиск этих 60% ошибок, то есть нагрузка референцируется. Также в процессе данного внедрения был полностью изменен порядок выброски и релизов с учетом применения компонентных тестов. То есть вначале, когда я предложил эту практику менеджеру проекта, просто кто-то посмотрел меня после и сказал, что это за ответ, я вообще не понимаю, прошло где-то месяца три, и тут один запретил менеджер проекта, ой, я придумал, давайте внедрять компонентное тестирование. Я сижу на них, смотрю, и думаю, да, действительно, я же не предлагал, ну, давайте попробуем. И на данный момент мы решили в такой практике, что релиз в принципе собирается только из тех историй, которые были, которые был пройден этап компонентного тестирования. То есть приходит 20 историй на компонентное тестирование, мы успеваем положенную сроку проверить 10, не вопрос, эти 10 интегрируются, мы их тестировали, делается релиз. Оставшиеся 10 минут проверяем чуть позже, и делается второй релиз. При этом качество обеспечивается как раз аж для того, что мы не проверили на компонентном уровне истории, не пускали релизм. В этом плане нам просто, ну, по сути, повезло, потому что, согласитесь, нечасто бывает такое, что тестировщикам дает зеленый свет на то, чтобы они определяли, какие задачи попадут, и не попадут. В этом плане мы сошлись с прокачатчиками, и они считают, что данная практика является действительно эффективной. Кроме того, то, что я сказал чуть ранее, это нагрузка в киропчике стала более равномерной, определенная часть работы сместилась на этап разработки, то есть то самое компонентное тестирование, которое выслужило у нас время на создать интеграционное тестирование. Тем самым интеграционные тесты не могли проводить, ну, как говорится, с чувством, стартом, с восстановлением, то есть уделяя достаточно времени, возможно, проверяя не только критические кейсы и кейсы, которые были отложены на этап интеграционного тестирования, но и те, которые с ростом повеления волшебных палочек не захотели, там, хок, как называемые, длинные тестирования. Убивилось время. У тестировщиков, они стали, во-первых, работают более разверненно, у них не так часто появляется время для того, чтобы реакцию настройки. На самом деле, помимо данной практики, мы еще используем и тестирование спецификации, и за счет нагрузки на этапе требований груз еще более выравнивается и становится равномерно по всему сроку выживки разработки определенной реализации. Ну и в конечном итоге самая важная вещь, которую мы получили, это качество вопустаемого продукта становится прогнозированным и улучшается от релиза. Это очень важно с точки зрения того, что когда мы протестировали для компонентов в уровне, мы можем предположить, сколько еще ошибок был увиден на эксплуатационном уровне. И стоит ли эту историю брать действительно в релиз? Потому что мы нашли определенную часть ошибок, увидели, сколько из них критических, значительных и прочих. Мы увидели, какие кейсы у нас сломались, и по объему тех кейсов, которые нам еще осталось проверить на интеграционном уровне, мы можем оценить уровень рисков, которые ожидают нас при том, что данная история попадет на интеграционный стенд. И действительно, практика показывает, что то решение, которое мы принимаем, выгружать это и выгружать на интеграционный стенд, но оправдывает себя. Действительно, находится очень много ошибок, когда релиз уже ушел, и при второй сборке мы выгружаемся на интеграционный стенд и находим эти самые 40% ошибок. Это нам очень помогает. Собственно, на наших проектах мы стали использовать одновременно, и, помимо всего прочего, на проекте «Солнечные решения» данные тестирования позволяют нам отчасти и высвободить время на то, чтобы писать автоматизирование тестов. на данный момент мы решим уже усиление ручных тестировщиков, создан фреймборд. Именно как раз на этапе компонентного тестирования и отчасти интеграционного у ручных тестировщиков появляется еще немного времени для того, чтобы те самые кейсы критических ошибок, которые были найдены на компонентном уровне, записать как минимум базу знаний, а как максимум сделать еще и автоматизированные тесты, для того, чтобы уже на этапе интеграционного тестирования эти кейсы проверялись не руками, а проверялись уже машиной. Это очень удобно и позволяет в конечном итоге опять же сократить время и увеличить объем тестов, которые мы проводим. Потому что тестов мало бывает, и я считаю, что чем больше, тем лучше. Не так, а определено и так, как, гост. А то, что, как, больше времени для того, чтобы ответить на вопрос, потому что не полный все сразу стало понятно, если потом вышли, они не за всяким делами. Я с удовольствием на отличную вопрос. за счет чего выигрывается время, если все равно в конце для жизни приходится регистрационный стиль обеделся? Все равно все тесты проскакивают за тот же ограниченный вид? Поскольку времени все есть. Не все. Мы выполняем не все проверки, мы выполняем те проверки, которые необходимы для того, чтобы перепроверить отсутствие критических ошибок, которые были найдены для компонентов тестирования, проверяем те кейсы, которые нуждаются именно в интеграционном тестировании. То есть прям полный регресс мы не делаем. На это время не хватает с точки зрения скоречности тестирования. в нашем случае это не синоним. то есть в технологии нашей компании мы компонентами назвали тесты, которые производят руками, а те, которые юни-тесты называли модуль. Значит, я так правильно понял. Тогда такой вопрос. Как получается тестировать компонент отдельно, использовать его какие-то мог-техники, я не знаю. Потому что в моем паре зачастую тяжело вычтите компонент неинтегрированный в систему и тестировать его руками. Как это делать автоматизированные прекрасно понимают. Как делать это руками и как-то некогда не укладываться. На самом деле тестировщику достаточно включить свое воображение. По той аналогии я вообще очень люблю аллегории, потому что они позволяют людям далеким от тестирования продакт-оу, менеджер, аналитика объяснить сложные вещи на основании. То есть тот же докт для того, чтобы протестировать дверь, мы можем номинально протестировать, что дверь открывается, закрывается, что оно держится на бедлях. Поэтому можно протестировать, человек смотрит и видит и думает. Действительно. В этом плане есть определенность, что действительно тот человек, который занимается компонентом тестирования, он должен иметь достаточно хорошее предметное знание продукта, с которым он работает, чтобы принимать эти взаимосвязи. У нас на самом деле в этом плане компонентное тестирование позволило и дифференцировать нагрузку, сделать тесты более интересными за счет того, что компонентное тестирование можно выполнить один тестировщик на институте до другой. То есть два разного взгляда на бедляху при этом не получается не так, как раньше происходило, когда бедляху одновременно два человека смотрят, они ставят публикаторы, какие-то конфликты возникают, они поделят между собой бесплатные. В данном случае получается, что есть четкая дифференциация, более остров тестировщик проводит компонентное тестирование, интеграционное может привести мнение о том, или наоборот, в зависимости от критичности самого кейса. А ты можешь пример привести реальный? Как взять какой-то кусочек программы, который туда не интегрирован, и протестировать его с его мерой? Ну, буквально летом, например, мы тестировали очередную работу на корзину в нашем интернет-магазине и она проходила через компонентное тестирование, где на компонентном уровне нам передавались конкретные шаги доставки, направления заказа. То есть, есть вот доставка, зарплаты, аппетит и так далее. Каждый из этих уровней вы могли проверить на компонентном уровне как раз посмотреть валидацию, корректную работу каких-то ягс-элементов, которые позволяют добавлять, управлять, изменять количество. При этом нам не было никакой необходимости нажимать на кнопку «Далее», чтобы перейти на следующий экран, которого, в принципе, на данном хосте даже не существует. Вот есть только этот экран. и тот набор кейсов, который мы могли там провести, он, в принципе, достаточно конечный. И вот, запись, мне кажется, хорошо отписан, когда есть 4 шага, и каждый из этих шагов передавался на компонент. Можно я еще уточню тогда, это специальная сборка делается программистами для того, чтобы вы могли такое делать? Да, 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 есть отдельный стендеринг, который делается этим фортом. Они как раз на этапе разработки делаются, и разработчики нередко сами к нам приходят и говорят, «Слушайте, а давайте у нас скоро ДЭП отправить в эти компоненты протестируйте быстренько, мы хотя бы будем уверены, за две трети нашей работы, что нам не время ставят или с ним не будет». У нас, в этом плане, разработчики, на удивление, очень душевные, они визеринкой, визеринкой пытаются поспорить с ведущими тестировщиками, и найдем здесь кларок, наборки. И они приходят к нам за помощью, они не продают, знают, поэтому с удовольствием делают эти сборки и тем самым помогают усилеем нам. Здравствуйте, а вы создаете тест-кейсы в компонентной степени? Да, соответственно, создаются тест-кейсы тех самых критических ошибок, значительно, которые мы находим. Происходит таким образом, что найдем ошибку, мы заносим трекер, где есть степка reproduced, по которой ошибка воспроизводится. После того, как эта ошибка приходит на верификацию, мы ее проверяем, она действительно закрыта, и для того, чтобы отправить этот тикет в стаду закрыта, необходимо раздополнить обязательное поле. Это поле представляет из себя ссылку на кейс в нашей базе знаний. То есть без заполнения этого поля закрыть этот блок уже нельзя. Определяется именно по приоритету. А как что думают, вот эти тест-кейсы по компонентному тестированию компонуются тест-сьюты, скажем, по всему интервью? Они как раз и собираются за счет того, что мы видим те критические значительные ошибки, найденные на компонентном уровне тех историй, которые пришли на мотивационном стенд, то есть просто катал вот это, корзина, этап 1, 3 кейси, корзина, этап 2, 4 кейси, корзина, этап 3, 2 кейси, корзина, этап 4, 2 кейси, а не компонуются, получаются стенд. Эти ошибки, как правило, не имеют никаких сложностей для того, чтобы их воспроизвести и адаптировать уже к инфляционности, потому что, по сути, является одним и тем же, если не облашива, какие-то межи. А еще бы вы понимали, что качество повысилось, а в чем вы изменяете качество, это свой оценение? Мы собираем несколько метров, одна из ключевых, это результативность тестирования, мы собираем количество багов, найденных тестировщиками до ревиза, соответственно, или даже после ревизы, если это было найдено при рамках слоу-теста, и собираем количество ошибок, которые были найдены в рамках эксплуатации, которые прислали на пользователя через техническую поддержку. Тем самым, мы можем высчитать отношение количества багов, найденных тестировщиками, к общему количеству баров, и стараемся удержать эту цифру на уровне 70-75%, чтобы 3 четверти багов входили тестировщиками пользователя, чтобы пользователь не страдает. На критичность это как бы вы умножаете? Ну, понятно, что один найденный баг в продакшене, он много хуже, чем у вас не критичность. Мы иногда собираем кейсы, сделаем срез результативности тестирования, например, по себе по важности. Берем дело, общие средства тоже по количеству ваших тестировщиков у нас такой-то процент, по количеству блокеров у нас такой-то процент. Ну, как правило, смогут углы, ребят у нас хорошо тестируют, и если смотреть блокеры, то там до 90% доходит, что находит тестирующий. А вы скажите еще такой вопрос. Бывали такие ситуации, когда при компонентном тестируеме не находились ошибки, но когда все компоненты были скрыты заедино и стало проводиться тестирование всего продукта, были маленькие ошибки, которые при компонентном тестируеме не были выявлены. Да, такое безобидничество случается. Более того, подобного рода ошибки могут даже возникнуть не на этапе сборки и перехода от компонентов на традиционный, а от традиционного на продакшн. Это как раз связано с проблемой мерзии в большей степени. То есть я буквально недавно пообщался с нашими циклами, пришел узнать, почему же там из раза в раз были на некоторых участках проблемы. И я решил выяснить, как же это происходит. как мне объяснили, я вижу тысячу конфликтов, я смотрю на них, смотрю на них, если мне что-то не нравится, то я что-нибудь туда иду, а если мне все нравится, то я нажимаю окей. То есть никакой методики нет. И для меня на самом деле в этом плане это определенный челлендж, потому что я думаю, многие из вас сталкивались с тем, что сама сборка может производиться некачественно, и от этого страдает качество продукта. И возможно это станет темой для следующего доклада, потому что я сейчас хочу убедить всю вашу тему и что-то сделать в своей компании, возможно рассказать чуть позже. То есть у вас пока сейчас какие-то решения по поводу того, как можно это избежать, нет? То есть все равно какой-то риск, что при сборе всех компонентов на этой бане есть? Да, действительно, мы как раз с этим истинно столкнулись. То есть если на селехозе под интеграционным стендом продакшеном такие проблемы возникают, предположим, там одна-две угода были такие проблемы, то при количестве выгрузок с компонентного на интеграционный там буквально в течение недели пять выгрузок произойти, мы увидели, что резко подскочило количество таких конфликтов. Именно эта практика применения компонентного тестирования показала более ямно эту проблему, что в ней же у нас происходит некачество. То есть если бы мы по-прежнему с кварцердерами выливали все на бой, мы видели бы раз, два, в полгода какие-то проблемы были, ну, наверное, там все окей, все хорошо. А когда мы видели проблему с компонентным на интеграционный, мы поняли, что действительно проблема, ее нужно решать, потому что она становится сложнее и сложнее. Хорошо, спасибо. Алексей, спасибо за задание. Хорошо, а как ваши разработчики, как удалось убедить дошкозабочек, именно делать тестопригодные компоненты. То есть они наверняка же об этом не знают. То есть ты не подошел, какие слова ты подобрал. Потому я поясню, почему такой вопрос. тестировали. Вот ты говоришь, тестирование в самом начале. И вот раз то, что у нас загрузка анализ, планирование, проектирование, кодинг, а потом тестирование. Такая гора получается. Вот. Какие качества процессов выстраиваются, на груз более-менее распадаются. То есть начинает ревнование тестировать и прочее. А тут такой сознательный подход. Вот мы сейчас сделаем то есть пригодные аккомпанементы ребят, вперед. Я не знаю, у меня вчера видео кепочка, костюмчик, а это газный запад, я не вижу, а это снято. На дайте приходится. Но на самом деле в этом плане честно признаюсь, более 7 лет работы в обеспечении качества для компании, я сейчас работаю. Я работаю мегаплан и интернет ром. Мы два проекта сделаем и на том и на другом проекте колоссальное количество адекватных разработчиков. Действительно, они не говорят, что это не баг и это не баг и я даже совсем недавно не смогли договориться о такой интересной вещи, которая исключительно на доверие могла разработчик по окончанию работы над фиксом бага указывает причину ошибки. Он искренне пишет, что ошибка не моя. невнимательность. Но на самом деле есть определенный достаточно показательный процент, что, например, причин нашей неточность требует, причин ошибки сложность архитектуры, причин ошибки остатки времени на проверку. И вот это самое доверие, которое существует между тестировщиками и разработчиками, хотя формально мы работаем, как у нас называют скрамштрим, то есть у нас нет такого, что команда, все тестировщики сидят рядом с разработчиками, мы сидим в отдельной комнате, они к нам сами приходят на аудиенцию и говорят Саша, Саша, то аттестируйте, пожалуйста. Мы очень переживаем, мы очень хотим, чтобы было хорошо. И в этом плане разработчики нерехто позволяют достучаться и до продактологов, потому что есть разработчики, которые адекватно работают в компании больше, чем я, или кто-то из моих коллег, и они могут своим авторитетом поддержать нас. То есть за счет отсутствия конфронтации между тестированием и разработкой мы безусловно добиваемся поставленной целью. И в конечном итоге я говорю, на проекте Мегаплан, в частности мы сразу решили собрать выделенную вообще никакой сложности. То есть это дело все равно, что населись в мосту и встать с него. Здорово, повезло. Еще раз другой вопросик. Ты сказал, что тикеты, которые выше на Мегаплан, на компонентном тестировании, вы переносите и перепроверяете на кредитах. Для чего? Каков процент то, что эти тикеты говорят, что они реок, они переоткрываются. То есть вы их не закрываете. Почему такая практика возникла? Как раз из-за того, что мы чаще стали наблюдать те самые мержи, когда происходит выгрузка с компонентного коста. Смотрите, раньше у нас было как? Есть тестовый сервер, есть продажа. И раз в две недели с тестового на продажу переносили что-то. Окей, все нормально. А теперь у нас раз в неделю с пяти разных серверов, а то есть десяти, а то есть пятнадцати он переносится на эти вибрационные. Это то же самое, как подкидывает монету теория вероятности. Она проявилась на большем количестве замеров. То есть мы чаще стали переносить с площадками на площадку, и мы чаще увидели ошибки, которые из-за этого возникают. и мы решили таким образом устраховаться, потому что те ошибки, которые мы обозначили как важные и критические с точки зрения бизнеса, а не приоритеты исправления, например, или там работные. Именно эти ошибки несут в себе максимальный риск. То есть если, предположим, у человека на компонентном уровне не удается забить ни один номер телефона, то этот кейс мы просто обязаны перепроверить, потому что если произошла действительно ошибка мерзия, в которой действительно участились, нам нужно гарантировать, что именно этот кейс пройдет нормально. То есть ошибки именно бизнес-пункции в обложении отдельно компонентам? Ну как, а нам ошибки компонентов показывают, что бизнес-пункции работают? Да. Потому что у нас есть некий набор бизнес-пункций, которые должны работать как числы 24 на 7, они приносят нам в нашей компании миллионы долларов или нет. Если какая-то из этих функций будет перерываться, перестанут отгружаться, например, я не знаю, в юмейке на Янекс-маркете, наших товаров мы увидим на Янекс-маркете, или перестало работать регистрацией, или перестало работать оформление заказа, если найдены нами ошибки, найдены нами ошибки, как-то связано с каким-то из этих кейсов, то она сразу становится блокером, она становится критической и так далее. И вы припроверяете все эти кейсы. Да. Алексей, у меня вопрос о полноте покрытия тестов. На этапе компонентного тестирования мы это не спичь выручили, еще выделили интермиссионные тестирования, потому что некоторые тесты невозможно провести по крайней причинам без интеграции. Если вы после интеграции проводите допустим, контрольный тест блокерам, политическим ошибкам, закрывает нужные требования, то вы заранее согласны с тем, что покрытие будет неполно, и часть ошибок оставляет пользователя. Хотя от релиза релиза качество погружает. Те метрики, которые мы собираем, показывают, что качество действительно улучшается, даже при учете того, что, например, в Мегатмане 2,5, где-то 3 раза выросло количество техподдержки, и по хорошему практике должно было приходиться пользователям еще больше, мы держим массу. А в плане того, что вы делаете призывание при репрессии составляет тестовую матрицу на те данные, которые мы, например, вводим, мы точно так можем перевернуть, я действительно забыл это рассказать, то есть, если, скажем, на компонентном уровне мы вводим два десятка различных видов номеров телефонов, зарубежные, незарубежные, некорректные, такие, то на интеграционном мы, возможно, проверим кейс, даже если он не вызвал блокера, мы можем его проверить на как раз предмет в соответствии основным бизнес-функциям, что ход Москвы, ход тех регионов, где существует наше подразделение, телефоны корректно проходит, и мы можем выкрутить основные бизнес-функции. То есть, сокращаясь, просто набор тестовых данных. Потому что, мы можем действительно оставить пользователя, что вместо телефона попытаться длинить текст на Суахиле, и у него ничего не получится. Действительно, такие вещи есть. То есть, сто процентов вы не пытаетесь обеспечить? То есть, это зависит еще от фактичности проекта, сложности вы понимаете, да? Да. То есть, определенная мощность и доля свободы вы не оставляете. Дело в том, что Мегаплан является первым проектом десятки тысяч клиентов, десятки тысяч пользователей, и все с каждым днем лучше и лучше работающая служба технической поддержки, которая позволяет, даже если мы что-то пропустили, быстро исправить эту проблему. А в интернете формально всего несколько грузин запущено и остальные работают в hidden mode. То есть, реальный пользователь в пьяном ударе может идти туда и попытаться заказать. Но какие-то гарантии, что это будет работать, мы как бы даже не даем. У нас очень часто темнит, и надо же по проекту называть бразильской системой, и если что-то вдруг происходит, то мы говорим о том, что не все так же датские королевства, поэтому у нас бразильский и датский и датский. Добрый день. Спасибо, пожалуйста, еще для тебя отъявлено. В чем выигрыш именно такого подхода? Почему нельзя купить? То есть, затраты нам создали специальные сборки содержащих какой-то компонент, для того, чтобы его протестировать, либо сделать сборку, которая содержит весь набор функциональностей с новым вариантом этих компонентов или с новой функциональностей, они примерно одинаково имеют. На самом деле, как? Почему нельзя для... То есть, на самом деле, это все? Да. Во-вторых, во-времени ограничения, во-вторых, есть риски того, что, синтегрировав все на сервер, мы получим, как бы, 200 ошибок, и во время погодившихся этих кусок ошибок, мы оплатим еще 600. А по факту, находя 60% ошибок на компонентном далее, мы от вот этих кусок ошибок на инкитуционном уровне находим в 50. В лучшем случае не хватит сколько в 50. То есть, улучшаются риски обучить новые ошибки, связанные с инкитуционным уровнем. Человек подписывал регистрацию, отправился план, он загрузил в конкурс, отправился авторизацию. То есть, вот такие инстинные, я тоже, я, и, 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 спасибо большое за внимание.